Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ребята, перед тем, как перейду к обзору, хочу напомнить, у меня есть телеграм-канал, он так и называется Правдивая Ольга, поэтому кто хочет общаться в личке, просто общаться друг с другом, переходите, подписывайтесь, не теряем друг друга. Ну и так, перейду к самому обзору. Вы знаете, ребята, смотрю несколько последних стримов Лёли и начинается вот эта вселенская трагедия, плач, скорбь, только зачем, почему, непонятно. И вообще, считаю, в эти моменты плакательные, когда она вот собирается выйти, да, надавить, так сказать, в очередной раз своим хомякам на больной мозоль, нужно вот привлекать к этому внимание, чтобы они приготовились, что-нибудь такое, типа, должно выпрыгивать в стриме, внимание, attention, attention, ну на всех языках мира, чтобы все понимали, что нужно сейчас подготовиться, срочно перечислять деньги, потому что Лёля идет на взрыд. Именно на взрыд ревет так, ребята, белуга, такое ощущение, что у нее действительно какой-то конец света, что у нее какая-то вселенская скорбь, какая-то трагедия в жизни серьезная, переломный период. Оказывается, все намного проще, всего лишь Ютуб. Вы знаете, для меня это удивительный случай, когда люди, да, зарабатывая деньги на Ютубе, считали, что это будет продолжаться вечно, бесконечно, и ничего при этом никак не думали. Лёля усиленно последний год демонстрировала нам разные свои постройки, достройки, ремонты и тому подобное. Хотя, если разобраться в этом хаосе, в котором она жила, она жила достаточно долго, и можно было еще годишку прокрепиться, но создать себе плацдарм запасной, да, вот эту подушку безопасности. Можно было ввалить в бухать бабки в то же хозяйство, да, в тех же коров, взять еще одного помощника, поставить это на какой-то масштаб, на какой-то уровень, так сказать, создать себе источник дохода. А потом уже спокойненько переходить ко всем этим стройкам, ремонтам и так далее. Опять-таки, та же машина в кредит, то есть все это было очень необдуманно, очень абсолютно непродуманно. И вот результат, теперь вселенская скорбь. И опять-таки, как Лёля с этого выходит, как она это все рассказывает, как она бедная страдает, ребята, это нечто. Человек готов, да, она так воет, мне за нее аж страшно, вообще за ее состояние. Не спит, готова даже на колени, да, упасть и просить, лишь бы дети ее не голодали. То есть Лёля идет на такие жертвы, на самая элементарная жертва, как идти работать, у Лёли в голове никак не укладывается. По большому счету роликов снимается крайне мало, ролики короткие, в чем проблема работать. И как она кричит, мне жизненно необходим Сергей Петрович, я без него не справлюсь. Ребята, это вообще ей, тушите свет. Я не понимаю, с чем справляться. Одна дойная корова, одна дойная коза. О чем речь? Женя дома. То есть получается так, что Лёля кричит, как она при этом справлялась сама с громадным хозяйством, а теперь не может справиться с одной коровой, с одной козой. И опять-таки, да, вот эти телята, нафига их было брать? Не нужны, просто реально балласт. Так бы ты получала чистое молоко и могла бы хоть что-то зарабатывать. Но, как сказала Лёля, доход с хозяйства – это ни о чем. Это всего лишь 20 тысяч рублей в месяц. Да, ребята, для Лёли это всего лишь вот так вот, пшик, копейки, всего лишь какие-то 20 тысяч рублей. Как она сказала, исключительно Сергею Петровичу заправить бак. Так вы меня извините, нахрен мне нужен такой помощник, которому нужно 30-ку отвалить, еще 20 тысяч заправить в бак, плюс амортизация моей собственной машины и ремонт. И, конечно же, еще не считая его питания и коммуналки, которую он использует. Согласитесь, как недешево обходится содержание хомякам Сергея Петровича. И опять-таки, это та 20-ка в месяц, которую ты могла оставить в своем кармане. Стоило отказаться от Светы, которая по факту приезжает супчик сварить и парашу помыть. И, конечно же, отказаться от покатушек Сергея Петровича, либо он должен это делать за собственный счет. Но Лёля нет. Лёля мыслит, ребята, глобально и рассказывает всем хомякам, что она не может себе позволить остаться без Сергея Петровича. Поэтому доставайте и держитесь. Так и хочется сказать. При этом, конечно же, она отмечает и рассказывает всем, как ей сложно, как ей сейчас тяжело. Но, интересно, отчего доход упал всего лишь наполовину. То есть, реально, объективно, ребята, всего лишь наполовину упал доход. Мало того, вчера все блогеры получили зарплату. Лёля уже заведомо начинает наплакивать наперед с позиции того, а вдруг и эта лавочка закончится. И даже, ребята, представляете, не забывает за обзорщиков. Переживает, как они будут жить без нее, ведь они тоже не будут зарабатывать. И хочется сказать, Лёля, не волнуйся. По крайней мере, те обзорщики, с кем я общаюсь в личке, это все достойные люди, которые выживут абсолютно спокойно и без Ютуба. И, кстати, они продолжают снимать ролики, и никто не жалуется на то, что у них меньше стала зарплата. Никто из тех, кого я знаю, повторюсь, не повесил никакие донаты. Люди живут так же само, как и жили. Это и говорит о том, что кто зависим на самом деле от Ютуба, так это только Лёля. Причем на 100%. Ну и, конечно, началось. Я обязана верить, что я справлюсь, иначе я просто здесь сейчас лягу и умру. Мне интересно было спросить, а что на самом деле такое глобальное, катастрофическое в ее жизни произошло, что нужно умирать. И, мало того, человек себе, ребята, не может позволить сейчас даже спать. Да, даже спать, потому что на ней колоссальная ответственность за 10 детей и за хозяйство. Причем здесь и какое, что это имеет общее с ее сном и отдыхом. Я, честно говоря, не понимаю, какие параллели. Но, наверное, это все для устрашения зрителей, что она в очередной раз скоро свалится, если они сейчас не помогут и не дадут бабла. Ну и началось, да, вот это вот Сергея Петровича. В любом случае, что бы ни случилось, нужно оставить. Мне интересно, а функция Сергея Петровича вывести две тачки навоза. Ребята, простите, но если реально для тебя настало тяжелое время, ты не знаешь, что будет дальше с Ютубом. Нафиг, Сергея Петровича. Тридцатка каждый месяц экономи. Есть Леша, который может спокойненько в его возрасте вывести две тачки навоза и глазом не моргнуть. Пойти покормить двоих или троих молочных телят молоком. Ребята, 15 минут времени. Что еще делает Сергей Петрович? Дует одну корову, одну козу? Так возникает вопрос, за эту тридцатку нафиг Сергея Петровича и 30 тысяч, вот уже экономии бюджета. Но Лёля, конечно же, простых путей не ищет. Ну и, конечно, началось вот это стенание, да, вот эта стена плача какого-то по поводу того, как же выживать. Интересно, да, в чем проблема, если сама Лёля кричит, что рядом находится типа сильное, надежное мужское плечо. Так почему это надежное, сильное мужское плечо, которое тем более так любит Лёлю, а Лёля любит его, никак не думает о том, как помочь сейчас любимой пассе. Пойти, например, на вторую работу, работать без выходных и помогать ей финансово. И при этом Лёля кричит, да, он готов ради меня на всё, расшибается в лепёшку. На что он именно готов? Пойти покормить двоих телят молочных? Или выполнять абсолютно немужскую работу по дому, да, там, подай, принеси, Лёле жрачку в комнату притащи? То есть, какой функционал он как мужик выполняет? Кормит Веронику с ложечки? Ну, простите, ребята, это вообще несоизмеримая работа, реально, для мужика. Когда мужик реально готов на всё и расшибается в лепёшку, это выглядит совершенно по-другому. Он никогда себе не позволит, чтобы его женщина довела себя до такого состояния, сидела, выла, вымаливала эти бабки и кричала, что я даже готова перед вами на колени бахнуться. То есть, я думаю, что настоящий мужик, он бы себя перестал уважать, понимая, да, самому, наверное, бы от себя становилось противно, что он может допустить, чтобы его любимая женщина вот так вот валялась под стилкой, просто под стилкой и тряпкой, выла, белугой, для того, чтобы выключить побольше бабок. Он бы сказал, ты чего, очинись, всё нормально, занимайся детьми, занимайся хозяйством, я поехал на работу и буду зарабатывать для нас бабла. Вот так поступают настоящие мужики. Но Саша поступает совершенно по-другому. Здесь забота проявляется принести Лёльке чая, принести Лёльке на стрим пожрать, покормить Веронику, да, сбегать с Лёлей с этой кастрюлей, покормить несколько телят. Ребята, ну вообще просто цирк на дроте. Толпа людей, они чему не могут дать тямы. Вот реально бегают по кругу, как какие-то, ну, я не знаю, полоумные идиоты. И при этом Лёля кричит, я не могу, не имею права взваливать на него такой груз ответственности. Пусть лучше Лёля скажет, что он не хочет брать на себя такой груз реально ответственности. Потому что когда мужик хочет, да, Лёля просто не может сказать, что он не хочет этого делать. Потому что когда мужик хочет, на него не надо ничего взваливать, он делает это сам. Ему не нужно ничего подсказывать, его не нужно говорить, я не нуждаюсь в твоей помощи. Он всё равно это будет делать. А здесь, да, проще вот таким образом оправдать его бездеятельность. Потому что на что рассчитывал Саша? Что Лёля будет сама тянуть своих десятерых детей. Сергей Петрович будет бегать на хозяйство. Помощница будет шустрить и готовить, и на него жрать в том числе. Света приезжать. Лёля, да, публичный человек зарабатывает бабло. Ну, а он так, любимый мужчина для утех барыни. Но не так-то получилось. И, кстати, вот удивительный момент, да, Лёля нанимала всех подряд, там и лошадку её люди приезжали, выгуливали всех. И при этом не думала на самом деле, что будет дальше и как потом выживать. И вот это, ребята, и результат её глупости, да, каких-то необдуманных, тупых поступков. И, конечно же, результат на лицо Саши, как настоящего мужчины, добытчика и вот человека, который любит. Потому что когда человек действительно любит, он будет жертвовать. Он будет жертвовать своим отдыхом, своим здоровьем, понимая, что ей сейчас тяжело и как никогда нужно его сильное плечо рядом. А утешать, простите, но это удел слабых мужиков сидеть и подтирать ей сопли. Сильные мужики всё-таки действенные и что-то добывают, что-то, да, созидают, но никак не сидят рядом, они подтирают ей сопли. Ну и опять-таки, так как Саша, со слов Лёли, не обязан содержать её семью, это всё переходит на плечи хомяков. И опять-таки, вы знаете, интересный момент, Саша ничего не должен, Саша ничего не обязан, но зрители, да, они должны и, конечно же, обязаны. Но при этом у Лёли с ним очень тёплые доверительные отношения, но они в развитии, да, притащить в дом к десятерым детям чужого дядю с улицы, это на сегодняшний день, да, и поселить. Называется тёплые отношения в развитии доверительные. Но деньгами Саша никак не готов Лёле помогать. Ну и далее, конечно, началось, что, оказывается, Лёля до последнего думала, что Ютуб не прикроет, не будет на нём никаких санкций. И вот действительно, она здесь недоумевает, от какой кормушки отказался Ютуб. Но, наверное, Лёля не понимает, что это мировая платформа, на которую капают деньги со всего мира. А вот ей, да, надо было думать и заранее, что же делать и как грамотно и правильно вот эти средства реализовать, которые у неё были, чтобы теперь не стонать и не рыдать. А по факту, получается, всё придётся заморозить. Она и Артуру сказала, что вот весной доделываешь крышу и досвидос. И от кухни жирной тоже пришлось отказаться. Теперь её заменят более дешёвым вариантом, не таким мощным, как внедорожник, как она планировала, на котором она будет тоннами тушёнки перерабатывать с несуществующего мяса, варить тоннами сыры с несуществующего молока. Ну, в общем, всё это было в грандиозных проектах. Но кухни этой не быть. И здесь Лёля опять-таки плачет. Кухню уже похоронила. И уже она, как мать, предполагает, что дети её будут нуждаться и будут просить еду, а ей нечем будет их накормить. Вот такие мамы меня поражают. То есть, вместо того, чтобы даже не предположить это и не допустить, Лёля уже нагнетает страсти, нагнетает, так сказать, ситуацию и объясняет, обозначает хомякам, как сейчас важна каждая их копейка. Ну, а как она начала, ребята, вылизывать зарубежного зрителя, это нечто. Уже все российские зрители плохие, они не оказывали Лёле такую глобальную поддержку, как зритель зарубежа. А это святые люди. Святые ведь так они её поддерживают. И к донатам спокойно относятся. И попрошайкой, поберухой никогда её не называли. А сейчас гадости ей пишут только с Украины и только с России. И даже злобствуют и злорадствуют ситуации страшные, в которой она оказалась. Интересно, а в какой ситуации трагической Лёля оказалась? И почему нельзя злобствовать? И опять-таки, ребята, у большинства людей это просто не злобство, а понимание того, как это смехотворно выглядит со стороны. Вот это вот очередное доказательство несостояния Лёльки. А то смеются опять-таки с того, как Лёля кричала, какая она самодостаточная, успешная женщина. Сколько она зарабатывает. И на проверку всё это оказалось ничто. То, чего не существует. Ну и далее, конечно, начала хвалить всех за донаты. Рассказала, что слишком к ней щедры люди, но боится, что и это может кончиться. И рассказала, что зрители, да, они её не только финансово поддерживают, она бы сейчас без них не смогла, но ещё и морально. Поэтому это действительно сила. Особенно нужно сейчас вылизывать именно европейскому зрителю за рубежа. Начинай, Лёлька, срочно становиться полиглотом. Изучай иностранные языки. Вот так к ним выходи потом и обращайся на итальянском, на польском, на английском. Ну то есть начинай полиглотничать и хотя бы некоторые слова вставлять. Это будет сильно. Ну и, конечно, рассказала Задзен. Для того, чтобы нарастить ей такую зарплату, как на ютубе, понадобится целых 3 или 4 года. Вот такая вот грусть и печалька. Но и при этом пожаловалась, что всё, что зарабатывала эти года, сразу же вкладывала. Поэтому осталась с голой, неприкрытой опой. И при этом только вчера получила зарплату. Но самое главное, конечно же, продолжать. Продолжать ныть и стонать. Но пообещала возродиться, как птица феникс. Такое ощущение, что она уже испепелилась и теперь необходимо возрождаться. Ну и, конечно, поведала всем нам, за что в очередной раз её ругает Саша. Оказывается, Лёля не ест и не спит, а Саша ругает. И это тоже удивительный момент, если мужик видит, как она это переживает, что у неё рвёт крышу. Человек не может есть и спать, хотя просто всего лишь лишилась кормушки. Ну то есть, объективно, у неё нет никакой трагедии в жизни. Но если ты видишь, что она так на это реагирует, почему ты сидишь возле неё? Почему ты не скажешь своё мужское весомое слово, что мы справимся? Я поехал на работу зарабатывать бабла, ты живи нормальной жизнью, занимайся детьми, занимайся каналом, занимайся своими животными. И всё будет хорошо, мы справимся. Но нет, он сидит рядышком и продолжает Лёлю настойчиво ругать. Ну и, конечно, Лёля поведала всем нам, что из-за такой критической ситуации она вынуждена искать корма подешевле. Она сейчас понимает, что ферму нужно ставить на тот уровень, когда с неё можно получать адекватные доходы. Мне вот интересно, как она планирует получать адекватные доходы с одной коровы и с одной козы. И корма подешевле, ребята, об этом говорилось уже неоднократно. Вот эта пурина, которая напичкала коров, стоит реальных денег. И рентабельности от такого молока никогда не будет. И помимо этого на пурине сидят не только дойные коровы, но и коровы в запуске, сидят толпа коз, куры на пурине, которые просто не отбивают себестоимость этого корма, телята. Ну, в общем, это всё убыточная просто игрушка. Игрушка, которую Лёля демонстрировала зрителям. А когда прижала, теперь она прекрасно понимает и осознаёт, что явно не до пурины. Потому что, валивая бабки в пурину, ты просто каждый раз, каждый месяц ещё и свои докладываешь, добавляешь, чтобы перекрыть эту кормовую базу. И вот мне интересно, как же будет всё развиваться дальше и как Лёля планирует выводить свою фирму на адекватный доход. Потому что, по факту, понабирала хреновую тучу того, что абсолютно нерентабельно. Точно так же, как те же козы у неё в хозяйстве. Потому что реализации продукции нет никакой. Точно так же, как эти бычки, которых ещё как минимум нужно будет год, а то и полтора кормить для того, чтобы с них что-то получить. И овчинка, вычинки это просто не стоит. Потому что, если ещё посчитать коммуналку и зарплату сотрудника на вот это всё мероприятие, то прекрасно понимаешь, что это колоссальные убытки, но никак не прибыль. Но у Лёли принцип рассказать хомякам, что, конечно же, они будут есть экопродукцию. Ну и в конце добавила, что она вообще проститня, у неё 10 детей, хотя два раза она была замужем. И при этом, что мне теперь сделать с моими 10 детьми? Вырезать, что ли? То есть, вы знаете, я слушала вот этот бред, этой болезни, думаю, вот всё у тебя в порядке с башкой. Какого хрена ты не ищешь действительно какие-то запасные источники доходов? Есть бабки, если ты кричишь, что ты в состоянии справиться и отправлять на Москву, да, вот эти вот караваны с доходом по 50 тысяч рублей с одной ходки. Почему не купила ещё коров? Почему не начинаешь уже сейчас на этом зарабатывать? Потому что все красиво кричат о прибыли в 50 тысяч, но при этом забывают отнять все затраты и себестоимость отнять этой продукции. И останется там как минимум процентов 30, потому что очень большое расстояние. Но Лёля предпочитает, конечно же, об этом умолчать. Так вот, если ты рисуешь такие цифры, и так это есть, и ты сепарировала по два раза в день, каждый день варила сыры, почему ты сейчас этим не занимаешься? Дети подросли, могут полноценно помогать, а не сидеть, да, стонать и выйти, как дальше жить. Проще всего сидеть ровно на жопе и рассуждать, что будет дальше, но при этом нихрена не делать. И вот вам, ребята, и ещё один деревенский блогер, который просто сдувается на глазах и доказывает, что без Ютуба они ничто. Она и ей подобное. Ну, а на сегодня пока я со всеми буду прощаться. Продолжение, конечно, следует. Всем пока, до новых встреч!